Коррупция, злоупотребление служебным положением и взятки. Борьба с этим явлением, разрушающим современное общество, подрывающим у населения авторитет государственной власти, ведется регулярно. Мало того, существует федеральный закон по противодействию. Кроме этого, президент страны регулярно дает одноименные поручения, которые спускаются в регионы. Будучи год назад, посмотрел статистику по коррупционной направленности, там, конечно, преступность была высокая. Вот сейчас, на данный момент, то, что в статистике мы смотрим, по 11 месяцам 2016 года, здесь всего зарегистрировано 251 преступление коррупционной направленности. Все они пойдут в судопроизводство, и доказанных моментов может оказаться гораздо меньше. При этом, по словам Александра Владимировича, уже наблюдается снижение данных преступлений по сравнению с 2015 годом на 30 с лишним процентов. Здесь результат виден налицо, что работа проводится. И правительством, я подчеркну, что правительство Курганской области систематически занимается, проводит работу, приглашает все федеральные органы, подключая там и МВД, и ФСБ, все работают в этом направлении. Борьба с коррупцией в регионе на контроле и у полномочного представителя президента ВУРФО Игоря Халманских. Если брать по взяткам, то у нас 45 преступлений, на сегодняшние, также на 11 месяцев, это снижение где-то 40 с лишним процентов. Было больше в прошлом году снова по взяткам. При этом Александр Кистанов подтверждает наличие в регионе резонансных дел. Что пугает, вот из этих преступлений, которые резонансные, у нас из 8, 4 преступления, они в отношении земли распределения там, либо подписания каких-то документов. Напомним, Курганский областной суд рассматривает уголовное дело, суть которого продажа практически за бесценок земли, предназначенной для выдачи населению под индивидуальное строительство в частные руки. Коррупцию не стоит списывать на несознательность или необразованность глав муниципальных образований или кого-то еще, уверен Кистанов. Конечно, это корысть, это нажива в какой-то степени. И не более того, если по незнанию документ, здесь никогда уголовное дело не родится, я считаю. Если человек идет на взятку, на какие-то противоправные действия, это я считаю только сознательно. Проблема взяткодательства также существует. Зачастую люди прибегают к этому из-за проблем в социальной сфере, пристроить ребенка в детский сад или школу. В целом, как нам подтвердил главный федеральный инспектор, Курганская область не в самом худшем положении. Подтверждение тому снижение статистики и, как следствие, повышение уровня жизни населения, защита их законных прав.